Твоя чудеса Милостью Божией мы с вами, дорогие друзья мои, прожили уже пять недель Великого Поста И вступили в шестую неделю Великого Поста, которая и является последней неделей нашего долгого подвига Впереди страстная, но пока еще есть дни для покаяния, для размышления И чем знаменательна последняя неделя Великого Поста, мы сейчас с вами узнаем Пост насчитывает 40 дней, это один из самых древних постов И этой пятницей он заканчивается, поется уже стихира На Господе возвах душу полезную, совершив четверидесятницу И мы стоим на пороге страстной седмицы, когда Господь идет, как говорит песнопение Гряды на вольную страсть И вот предваряет эту страстную седмицу, когда мы будем переживать Эти последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа Предваряет вербное воскресенье, как оно у нас называется А также Лазарева суббота, это дни, праздничные дни В эти дни Церковь вспоминает евангельские события О том, как Господь наш Иисус Христос вошел в Иерусалим Это двенадцатый праздник, один из двенадцати праздников Хода Господня во Иерусалим Господь не раз был в Иерусалиме, как иудей, как член этой иудейской коммуны Постоянно участвовал в праздниках, но Он приходил туда неузнанный никем Теперь же Он входит, как царь Люди срезают пальмовые ветви, постилают ногам Его одежды Он входит, как царь, восседает на животном, на осленке И люди Его приветствуют царским приветствием Истана Вышнего, Белославян Грады во имя Господне Три раза упоминается Евангелие о том, как Господь воскорбел и восплакал И Он очень грустный входит, если толпа ликует, приветствует, все радуются Его ученики радуются, что Он входит в Иерусалим, встречая Его как земного царя Господь же скорбит о Иерусалиме Он скорбит о том, что Иерусалим, хоть и приветствует Его, но Он же сердцеведец Он знает, что через несколько дней эта же толпа будет требовать у римских властей Его смерти Толпа собралась, почему? Как я сказал, предваряет верное воскресение Это Лазарева суббота, это день, когда мы празднуем воскрешение праведного Лазаря Это был Друг Христов, Он умер И Господь далеко находился от этого места, где Он умер Четыре дня прошло, пока Он прошел, уже все люди знали, видели Знакомые Марфа, Мария, которые не раз упоминаются в Евангелии О том, что гробница уже смердит, уже четыре дня прошло Но приходит Христос и просит, чтобы отвлели этот камень Галал, который закрывал эту гробницу И призывом Лазарева, выйди вон, воскрешает праведного Лазаря Это ровно, считайте, за неделю до воскресения Христова Он показывает, что этим воскрешением Лазаря О том, что Он не просто земной царь Он несет что-то другое, люди хотели видеть в нем земного царя Как вот часто думают, что поставим на этого кандидата Или на другого в выборах и так далее И все наладится Но Христос, процитирую Наполеона Который сказал, что Христос победил все земные царства Не пушками, не оружием, а кротостью и смирением И Христос хочет показать воскрешением Лазаря То, что Он является не царем земным А Он несет что-то большее Потому что падут всякие цивилизации, царства, властители Но Христос пришел в этот мир, чтобы завоевать сердца людей Чтобы наполнить их любовью И вот Он входит в Иерусалим Идет на вольную страсть, на смерть, на распятие Разбегутся ученики, продадут Его на самую позорную на то время казнь Но воскрешением Лазаря Он показывает то, что Он владыка жизни и владыка смерти И Он войдет в ад, извлек оттуда умерших И даст людям надежду воскресения и на жизнь вечную Отец Геннадий, после своего воскрешения Лазарь прожил еще определенное количество лет И как сложилась дальше его судьба именно после воскрешения? И то, что пережил Лазарь вот эти четыре дня, когда он лежал мертвым в огробе Ведь это сказалось на его последующей жизни? По преданию церковному Лазарь после воскрешения был епископом На Кипре, как говорит церковное предание, древние церковные историки Что он никогда не радовался, не улыбался Это пребывание его в аду сказалось на всей его жизни Единожды он проявил по преданию церкви Это улыбку, смех, когда он увидел, как кто-то воровал глиняные, по-моему, горшки И он засмеялся, как бы сказал, что глина ворует глину Он понимал, что человек это прах, это земля И в землю, как говорит Господь, должен вернуться его Это удивило, что человек так поступает, видя и будучи четыре дня в аду Он знал смысл жизни и жизни со Христом и жизни будущего века Отец Геннадий, встречая Иисуса Христа в Иерусалиме Устилая его путь одеждами и палевыми ветвями Народ ликовал, а потом этот же народ через несколько дней кричал Распни его, распни Вы очень сейчас упомянули о том, даже сравнив то общество с современным Когда хотят встретить кого-то, что кто-то наладит их жизнь И вот прошло уже две тысячи лет, а все остается то же И жизнь никак не налаживается в мирском понимании Да, от Христа много ждали Одни ждали знамений, другие исцелений Некоторые видели в Христе царя земного, который поднимет как бы бунт в Иерусалиме Оккупационные войска римские выгонит Другие, если помните в Евангелии, даже считали его бесноватым Обвиняли, что он все делает властью бесовской все исцеления, все знамения Да, толпа это в отличие от народа, который есть какой-то стержень Особенно, тем более, если он это христианство, то это одно А толпа это то, которое сегодня говорит о сановышних А через несколько дней говорит распни его Христос пришел не для того, чтобы изменить внешнюю форму управления Заметьте, Христос никогда даже не претестовал против рабства, которое было в это время Христос пришел, чтобы изменить человека изнутри Отец Геннадий, Христос учит и Евангелие Святое в первую очередь изменять внутреннего человека А лишь потом внешнего Но изменять внутреннего, как выясняется на деле, намного сложнее, чем изменять внешнюю жизнь И старцы, и многие святые всю жизнь шли к тому, чтобы изменить себя И до конца не могли изменить себя Почему? Дело в том, что, как вы сказали, старцы и многие святые люди Почему они наставляются святыми? Потому что это пример Не потому, что они без греха, потому что таких людей нет И не будет, которые не совершили греха Святые люди, это те люди, которые своей жизнью И на протяжении всей своей жизни пытались воплотить в себе идеал Евангелия То, что нам Господь заповедовал Те заповеди, которые нам дал Те заповеди даже блаженств Это как бы лестница, можно сказать, восхождение в Царство Небесное Ради которого нас и сотворил Господь А вот человек решает, что буду хорошим, буду жить по Евангелию Буду соблюдать заповеди Решил, вышел на улицу и все, закрутил его мир, закрутил И он обо всем забыл Пришел вечером домой и понял, что ни капельки он не продвинулся вперед На следующий день то же самое А как же вырваться из этого круга? Нужно работать прежде всего над собой, над своим внутренним человеком Если где-то когда-то оступился, это еще не значит, что надо все бросать Любой из нас в детстве, когда учился ходить, не раз падал Но это не значит, что не надо было подниматься А надо было снова подниматься Мы еще знали, что мы еще раз упадем и не раз Но все равно нужно подниматься и учиться ходить Так и в духовной жизни не бывает застоя Человек либо движется к Богу, либо удаляется от Него Поэтому в духовной жизни мы должны работать над своим внутренним человеком Тем более сейчас дни святого поста, когда все внешние условия церковь создала для этого И богослужениями, и в посте, и в молитве Поэтому мы должны помнить, что это все жизненный труд Аскетизм с греческого переводится как упражнение Мы должны постоянно упражняться, упражняться как атлеты и другие спортсмены Чтобы преобразить себя И только когда мы преобразимся сами, то мы и будем по-другому смотреть на наших ближних, наших дальних И они, видя нас как пример, как Христос сказал, что есть свет мира Если мы будем изучать тот свет, то и другие люди увидят эту искру Мы зажгем в них эту искру, и они также захотят загореться этим светом И также жить по-евангельски, по-христиански Отец Геннадий, праздник, который мы будем встречать в ход Господень в Иерусалим Ему уже более двух тысяч лет А тем не менее, он современен чем? Этот праздник современен прежде всего тем, что Хотя бы раз в году мы живем в разных государствах В разных городах В разном видении этого мира, окружающего У каждого есть какие-то власти, какие-то свои победы У каждого народа, у каждой цивилизации Но хотя бы раз в году мы говорим Христу о Сановыщем Благосвенном Граде Господне И тем самым мы прознаем то, что мы признаем Христа своим царем И он нам несет Царствие Божие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин